А у нас в Дружбу сколько народу ходило. А лишнего билетика нет у вас? А лишнего билетика нету? Спрашивали. Это потом, конечно, был спад в 90-е годы. И то мы выстояли. Мы же не развалились, кинотеатр не ушел куда-то. Мы сохранили оба кинотеатра, что Дружбу, что Арктику. Любили очень индийские фильмы. Вот на индийские фильмы люди всегда ходили. И наши советские фильмы тоже очень люди любили. А какие именно? Ой, я даже не могу вот сейчас быстренько вспомнить. Ой, это было вообще что-то невозможное. Я решила один раз посмотреть, спуститься в зал. Потому что в аппаратной все равно это шум. Это пока работаешь, бегаешь с аппарата к аппарату, перематываешь. Некогда. Ну, я пойду посмотрю. Половины фильма я не слышала звука. Там стоял такой хохот. Но иногда зрителям было не до смеха, особенно неискушенным зрителям. Для кочующих оленеводов кинопередвижки в 50-е и 60-е годы стали настоящим чудом света. Однажды, показывая в чуме звуковой фильм «Чапаев», впервые увидев на экране наступающую конницу, оленеводы так испугались, что выбежали на улицу и не вскоре вернулись досматривать фильм. Говорят, что оленеводов долгое время потом собирали по тундре. Этими и другими интересными фактами поделился еще один гость, пришедший на кинолетопись. Сергей Никулин в 1994 году возглавил объединенную дирекцию кинотеатров и киноустановок. Куда входили кинотеатры «Арктика», кинотеатры «Дружба», киноустановка в клубе лесозавода, киноустановка в клубе совхоза на Сахалине. Дальше у нас киноустановка в Доме культуры была. Была киноустановка с зоотехниками в первой школе. Из малого кинозала мы сделали видеозал и с новой японской аппаратурой. Тогда это, конечно, был фурор для Наринмара. Очень интересный факт, что когда 10 лет назад отмечали 75 лет, в 2006 году посещаемость киноустановок в селах Ниньцкого округа на душу населения занимала одно из первых мест в России. К этому лидерству округ шел, начиная с 30-х годов. 70-е, 80-е прошлого столетия были наивысшим подъемом по работе со зрителями вокруг кино. Повсеместно организовывались кинопанорамы новых фильмов, кинолектории и клубы любителей кино. В центральных кинотеатрах особой популярностью пользовались в дни школьных каникул кинофестивали «Сказка». Особо отмечалась работа детских кинотеатров, где школьники имели возможность не только знакомиться с искусством кино, но и получали технические навыки и удостоверения юных кинодемонстратов. Обучала детскому киноремеслу и Прасковье Ворончихинам. Потом я работала в школе-интернат, там на этой аппаратуре тоже ребята работали. А он со звуком, да? Со звуком, обязательно со звуком. Здесь только лампочки нет звуковой. Она у меня дома есть, я принесу им в музей, отдам. А здесь что, бобина, да, стояла? Здесь бобина, здесь наматывающая, здесь уже наматывающая. Здесь положим большую бобину, а эта наматывает уже на этот самый. А тяжело управлять таким аппаратом? Нет, оно что, включишь, да и всё. Вот двигатель и проекция. А были какие-нибудь, знаете, серьёзные поломки? Обязательно, обязательно должны быть и были. А как устраняны, например? Очень просто, здесь, значит, надо зарядить правильно. Зарядить и эксплуатировать правильно обучали и в Наринмарском ПТУ номер 24. География первых выпускников киномехаников получилась весьма обширной. Освоив специальность, они отправились на работу на киноустановке Неницкого округа и Архангельской области. Всего за время работы отделение ПТУ подготовило более 500 профессиональных кинопрокатчиков. Кстати, среди любимых фильмов, которые показывали наши и другие российские кинопрокатчики, был и советский фильм режиссёра Аркадия Кордона «Великий самоед», снятый на студии Мосфильм в 1981 году. Основу фильма положена биография неницкого художника, сказителя и общественного деятеля Тыковылки. На севере красок много, а получается одна. Холодная. Ты округ кладёшь, где ты её видишь. Это брат фантазии. Александр Алексеевич, медведь. Когда идёт какой? Белый. Съёмки фильма проходили на родине Тыковылки новой земли. В советское время новая земля была закрытой зоной. Но Аркадию Кордону удалось заручиться поддержкой начальника главного штаба ВМФ СССР адмирал Флота Сергеева и получить разрешение на съёмки. Сам адмирал Сергеев, много лет прослуживший на этих островах и прекрасно знавший Тыковылку, стал главным консультантом фильма. Среди лучших фильмов, показанных на кинолетописи, был и фильм нашей телерадиокомпании «Тюнтово», что в переводе с «Неницкого» значит «Неницкая свадьба», созданный режиссёром Марией Кравченко. Собрать такие золотые фильмы и документальные материалы об округе и выдающихся людях в одну коллекцию – главная цель масштабного мероприятия. В столице региона в эти дни проходит окружной киномарафон «Кинолетопись наум». Об этом мы поговорим сегодня. Это актуальное интервью у нас в гостях заведующая организационно-методическим отделом этнокультурного центра округа Евгения Николаевна Растегаева. Евгения Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. На моей памяти это первое такое событие, которое так вот масштабно презентует нам кинодостижения нашего округа. Расскажите подробнее вот об этом событии. Ну, хочется сказать о том, что в этом году у нас президентом Российской Федерации объявлен год кино в нашей стране. Вот. И поэтому, конечно, мы решили провести такой киномарафон, который стартовал 15 февраля 2016 года. Вот. И завершение его будет 2 декабря 2016 года. Будет проходить много интересных мероприятий в рамках этого киномарафона. И одно из них, я хочу сказать более подробно, это акция по сбору документальных и игровых фильмов, которые находятся в личных архивах, может быть, в архивах каких-то учреждений, телерадиокомпаний. Вот. По окончанию нашего киномарафона мы хотим создать каталог фильмов о Ниньском автономном округе. И также, конечно же, 2 декабря будет демонстрироваться выставка этих фильмов. То есть вы хотите собрать такие некие материалы, возможно, даже каких-то прошлых лет, может быть, даже прошлого века, которые показывают, возможно, природу Ниньского округа, возможно, какие-то встречи с интересными людьми. Да, какие-то исторические события, может быть. Может быть, даже какие-то юбилеи наших творческих коллективов или юбилеи очень знаменитых, интересных людей. Ну, вот какие-то такие вот материалы. А сейчас подобные материалы есть в вашем архиве? Да, у нас есть материалы о наших писателях, об Алексее Печкове, допустим, там, о Василии Литкове, ну и так далее. Вот. Есть и юбилеи Хаяра, к примеру, да, нашего замечательного ансамбля. А эти материалы используются как-то вами, широкой публике? Они показываются? Ну, на каких-то мероприятиях юбилейных, конечно, это, естественно, задействуется. Да, обязательно. Вы сказали, что киноэрофон закончится 2 декабря, то есть он будет идти весь год. Вот расскажите, вот приоткроете завесу тайны, что это будет за мероприятие проводиться в рамках этого? Хочу сказать о том, что мы подключаем наши учреждения культуры, которые у нас на селе. Вот. Мы разработали положение. И в рамках этого положения все учреждения культуры, даже все желающие, могут поучаствовать как зрители, допустим, или как организаторы, демонстрации фильмов документальных. Три фильма сняты у нас в Эднокультурном центре о наших мужчинах. Вот. И мы хотим более популяризировать такую тему, как мужчина в традиционной культуре. В этом году, в июле месяце, у нас была организована экспедиция. Вот. С операторами было сделано три фильма документальных о наших мужчинах. Из поселка Несси, из поселка Ома и Волоковая. Вот. Кто-то у нас научил, как рыбачат, допустим, да. Кто-то нас научил, как шьют лодки. Кто-то нас научил, как делают сани и так далее. Вот. Эти фильмы будут демонстрироваться в учреждениях культуры. И будет проходить анкетирование после этого. И вот как бы по итогам этих просмотров будет создан оргкомитет в каждом учреждении культуры. И будут сделаны небольшие видеозарисовки о своих мужчинах, которые традиционно занимаются каким-то промыслом или каким-то ремеслом. Может быть, умеют сказывать легенды, сказки, былины и так далее. Вот. Об этих людях будут сняты сюжеты небольшие до 10 минут. Может быть, побольше где-то. Вот. И эти уже сюжеты будут присланывать на культурный центр. И, может быть, какие-то одни из лучших будут демонстрироваться 2-го числа. Вот. Вот у вас есть такой богатый опыт производства документального кино. Вот. Расскажите, документальное кино, оно сложное? Ну, я думаю, конечно, сложное. Потому что это ведь общение с человеком. Потому что это надо человека вывести именно на тот разговор, который как бы интересен нам. Да. Это надо подготовить человека. Это надо заранее, допустим, с ним договориться. Что если, допустим, делаем съёмку о нартах или о тензее, к примеру, да, то это, конечно, надо, чтобы у человека были заготовки, да, чтобы он показал технологии производства тех же самых нарт или тензея, к примеру, да. Рассказал о том, как заготавливается материал, именно в какое время года этот материал может быть заготовлен, да. Ну, в общем-то, конечно, такая подготовка большая. И вопросы, конечно, надо подготовить и проработать с тем человеком, с носителем, да, традиционной культуры. А какие ещё фильмы смогут видеть жители округа? Я думаю, что будет жителем округа, конечно, интересен фильм, который снят был уже в прошлом веке, да, игровой фильм, художественный «Великий самоед», да, нашим замечательным юбилярием, которым в этом году исполняется 130 лет, Илье Константиновиче Токовылко. Да, вот, и 27-го числа, февраля, в 3 часа в кинозале мы ждём всех, кто, в общем-то, хочет побольше узнать о нём или, может быть, вспомнить и вообще вот узнать об этом человеке будет. 27-го февраля, это уже завтра? Да, да, это уже завтра. То есть вот такой вот фильм будет показан, да. На что-то, может быть, ещё какие-то фильмы, в которых вы принимали участие на культурный центр? Какие-то есть вот такие интересные? Ну, я думаю, что одним из самых таких ярких фильмов, и который, в общем-то, можно сказать, такой дипломированный, да, наш фильм, это совместная работа с вашим телеканалом, это фильм Тюнтова, это и документальный, и игровой фильм, да, и немножечко такой, как бы, о традиционной, да, свадьбе ненецкого народа. Вот, думаю, что этот фильм тоже будет демонстрироваться в рамках нашего киномарафона. Вот эти фильмы документальные, которые мы будем демонстрировать в наших поселениях, тоже будет демонстрироваться, 2 мая в кинозале Дворца культуры Арктика. Вот, 19 мая мы планируем встречу со специалистами кинофикации Ненецкого автономного округа. Кинофикации, конечно, сейчас уже не существует. Вот, буквально... А можно подробнее, что такое кинофикация? Мне кажется, не все телезрители знают, что это. В 1931 году в Ненецком автономном округе, вот как из архивных данных, была, начала работу первая киноустановка в селе Тельвиска. Вот, и с этого времени как бы считается, что с 19 марта идет отчет кинофикации в Ненецком автономном округе. Были установлены киноаппараты большие, да, которые проецируют фильмы. Вот, конечно же, были красные чума, где демонстрировались фильмы, передвижные киноустановки. И вот специалисты, которые работали с этим оборудованием, да, которые получали специальное образование в том же нашем ГПТУ. Была такая профессия, да? Да, и, конечно, киномеханик. Вот, и вот эти люди, специалисты, которые работали в данной отрасли, соберутся 19 мая отметить 85-летие своей профессии, так скажем, в Ненецком автономном округе. Вот у меня есть данные, что более 500, по-моему, да, специалистов, киномехаников, кинопрокатчиков выпустило профессиональное училище. То есть, я так понимаю, что все они работали на территории нашего округа. То есть, в селах было очень широко развито кинопоказ, да? Конечно, киномеханик очень был, как сказать, ценен такой, очень ценный был, да, кадр. Потому что он же привозил поселение, да, и радость, и какие-то интересные фильмы. Это ведь не только были художественные, допустим, фильмы, но ведь перед каждым художественным фильмом был показ документального фильма обязательно, да, и они узнавали, что происходит в стране, когда телевидения еще не было, да, когда было кино популярно у нас. Вот, конечно, дух поднимал. Вот вопрос-то возникает и сейчас в селах, где будут смотреть документальное кино? В домах культуры, я так полагаю, потому что самые главные наши помощники в рамках вот этого нашего киномарафона, кинолетопись Ненинского автономного округа, конечно же, это работники культуры. А вот, Евгения Николаевна, как вы считаете, вот такие фильмы, они привлекут молодежь? Интересно им будет смотреть документальное кино? Я думаю, да, потому что это же, как сказать, и история края нашего, да, и история наших людей, и история тех традиций, которые испокон веку выдавали в Ненинском автономном округе. И, конечно, вот мы разработали анкету в рамках показа вот этих документальных фильмов, и там, конечно, один из вопросов будет звучать именно так, что порекомендовали любому молодому поколению, да, посмотреть такие фильмы. А вот результаты этого анкетирования, для чего вы их собираете, вот такие данные? Вот вы с помощью этих данных будете анализировать как-то их? Ну, конечно, обязательно мы их проанализируем. И вообще, вот актуально ли это для тех зрителей, которые посмотрят эти фильмы? Интересно ли это им? Может быть, надо что-то как-то изменить? Может быть, как-то более подробно снимать? Может быть, весь технологический процесс, допустим, изготовления тех же самых нарт, надо, допустим, от начала и до конца снять? Ну, какие-то такие вопросы мы задаем в своем анкетировании. Мне кажется, производство документального кино – это процесс такой очень кропотливый, да? Нужно собрать большую такую массу информации. Вот тот же самый фильм Тюнтова, да, снятый. Фильм о ненецкой свадьбе. То есть это традиции, это быт, это какие-то устои. Вот где берется эта информация? Кто является источником? Ну, источниками, естественно, являются носители, да? То есть культуры, допустим, если это вот Тюнтова непосредственно, да? То это, конечно же, носители ненецкой культуры. Это, естественно, конечно же, литература, это записи этнографические и так далее. Естественно, это все прорабатывается. Вот, и потом уже на основе этого пишется сценарий. А как вы считаете, у нас много источников такой информации? Достаточно у нас развита культура ненецкая, чтобы вот, основываясь на ней, создавать какие-то фильмы документальные? Ну, я думаю, что да, носители, слава богу, еще есть, живы. И они говорят на родном языке, они помнят те, допустим, традиции, те промыслы, да, которые передавались от их предков, от поколения к поколению, так скажем. Вот, и до сих пор, я думаю, что это все есть и передается. И мальчики, и девочки, допустим, да, если они рядом там, допустим, с бабушками, с мамами, с папами и так далее, естественно, они учатся тому, что делают их родители, да, непосредственно, глядя на них и вместе с ними. А сегодня в планах у этнокультурного центра, возможно, есть какие-то уже сценарии, задумки, наметки, чтобы снять еще какой-нибудь документальный фильм? Наметок, конечно, очень много, да, и очень много интересных задумок. Ну, немножечко сейчас такая ситуация, да, у нас в стране. Но я думаю, что такие вещи должны уже быть, и если появится возможность, то, конечно, мы будем снимать фильмы. То есть все только финансово, правильно? Да, ну, много от этого зависит, я так скажу. Давайте вернемся к программе этой акции, этого мероприятия. Что еще такого интересного может произойти в рамках киномарафона? Я хочу сказать о том, что когда-то в Ненецком автономном округе, и многие жители помнят, был такой телеканал, Альт назывался. Я думаю, все помните. Да, мы специалистов этого канала, молодых людей, ну, как сказать, тогда еще школьников, мальчиков, сейчас уже, конечно, замечательных работающих творческих людей приглашали на наши открытия. К сожалению, вот они не смогли подойти, но мы с ними договорились о том, что в молодежном центре мы сделаем встречу с этими специалистами где-то в начале апреля, чтобы молодые люди смогли пообщаться. Вот как телеканал, вот такой, можно сказать, народный, да, который, в общем-то, был организован самими жителями округа, да, вот, ну, как сказать, вырастил таких замечательных специалистов, как Алексей, допустим, да, Орлов, и, ну, и многие другие. И, в общем-то, может быть, как бы можно повторить такой опыт, да, когда ребята молодые, может быть, увлекаются вот именно телевидением и так далее, съемками, видеосъемками, может быть, вырастут потом хороших операторов, режиссеров и так далее. Вот хотим, как бы, такое интересное сделать мероприятие. А вот эти ребята-специалисты, они как-то вот вам помогают, вы привлекаете их к своей работе как-то? Ну, мы вообще очень сотрудничаем. В своё время, когда ещё Альт был в просвете своих сил, так скажем, я училась в институте и писала курсовую, работая непосредственно с этими молодыми ребятами. Вот, и сейчас, конечно, мы, ну, как бы, поддерживаем отношения, общаемся, и всегда, как бы, если есть возможность обратиться или необходимость такая, то они никогда не отказывают, и всегда очень открытые. И хочется сказать, конечно, вот, Игорь Владимирович Медейко, да, многие его помнят, конечно, ну, очень хорошие люди. Евгения Николаевна, вот вы сказали, что будет показывать широкой публике мужчина в современной культуре, по-моему, цикл называется. В традиционной культуре. В традиционной культуре. А где, помимо, вот, как в рамках киномарафона, можно будет увидеть? Может быть, это будет в телеэфире где-то транслироваться? Может быть, где-то в радиоэфире? Ну, пока таких нет у нас договоров, да. Если будет возможность, может быть, и будем договорить. Хочется просто, чтобы как можно больше людей увидели, посмотрели эти фильмы, тот же самый Великий Самоед. Это, я думаю, немногие видели, мужчина в традиционной культуре вот ваши ролики появились. Да, потому что есть ведь интересные очень фильмы, допустим, не о Пустозерске, а о истории Пустозерска. Это тоже как бы интересно людям и увидеть, и узнать. И Пустозерский музей будет демонстрировать эти фильмы тоже, в свою очередь. Я думаю, что, скорее всего, главная такая вот масштабная сверхзадача этого киномарафона – это популяризировать, да, вот это документальное кино именно об округе. Потому что немногие знают, что у нас много вот такого материала, созданного нашими прекрасными специалистами, о котором люди даже не знают. Да, и я думаю, что будет действительно интересно, допустим, специалистов вашего телеканала подойти к нам в этнокультурный центр, да, посмотреть архивы и, может быть, действительно выбрать для себя какие-то документальные страницы о Ниньском автономном округе и продемонстрировать их. Может быть, у вас будет какая-то такая возможность. А вот мне вот еще интересно, на открытии вот киномарафона пришли люди, которые работали в Арктике, в дружбе. Вот что-то вот из их воспоминаний. Что-то, вы с ними общались, наверняка было интересно, очень интересные специалисты. Вот что-то вот из их воспоминаний. Ну, хочу сказать о том, что вообще благодарны им и вот нашим, можно сказать, жителям города, да, мы решили сделать небольшую выставку перед началом открытия киномарафона. И благодаря вот этим людям, да, киномеханикам, в общем, они нам подсказали, где можно, допустим, достать такую аппаратуру, чтобы ее представить на этой выставке. То есть будет аппаратура, те самые киноаппараты? Была уже выставка такая. В Крыевичском музее откроется такая выставка, там будут демонстрироваться такие фильмы, аппаратура такая. Хочется сказать, что демонстрировался такой аппарат, где, как сказать, кинопленка, она же была на очень больших бобинах раньше, они были тяжелые, эти бобины. Вот, и после каждого сеанса киномеханик перекручивал эти вот бобины, да, вручную, да, чтобы начать следующий сеанс, потому что сеансы были друг за другом через некоторое время, да, вот, поэтому ему надо было быстро успеть перекрутить пленку, снова зарядить, потому что там ведь очень интересно, я думаю, что даже вот, если, ну, Краевический музей будет использовать, наверное, это, что даже какие-то мастер-классы небольшие проводить, как зарядить пленку, да, в киноаппарат. Ну, как бы, детям, может быть, будет интересно это даже посмотреть, многие, потому что даже не знают, когда молодые люди подходили к этой выставке, к экспонатам выставки, спрашивали, допустим, а что это такое, да, вот, бобины, где хранится кинопленка, вот, как перекручивать, что такое киноаппарат, даже вот представители, допустим, среднего возраста уже не каждый помнит и не каждый бывал, может быть, в будке киномеханика, да, в киноаппаратной, так скажем, ну, вот, не каждый видел это. Спасибо, конечно, нашим специалистам, которые, так сказать, труд-то был, может быть, и интересный, да, потому что они первыми видели эти фильмы, вот, но в то же время, конечно, это был тяжелый труд, потому что бобины, они были в таких больших железных боксах, тяжелые, это, ну, как бы, тяжелый труд. И, тем не менее, женщины тоже киномеханики. В основном, конечно, женщины, в основном женщины, конечно, да. Давайте еще раз о программе, когда закончится киномарафон и несколько вот таких вот самых крупных дат, в которые вот можно прийти и поучаствовать в этом мероприятии. Ну, хочется еще раз напомнить о том, что у нас стартовала акция по сбору документальных и игровых фильмов, находящихся в личных архивах, вот, и если у людей есть желание, у жителей нашего округа помочь нам, приходите, пожалуйста, в этнокультурный центр, попробуем и поможем сделать копии фильмов. У нас останется копия, фильм останется у вас, вот, поэтому было бы огромное желание с вами посотрудничать нам, да, и оставить, как бы, историю округа, действительно, в архивах этнокультурного центра. 2 мая у нас будет демонстрация документальных фильмов о мужчинах нашего округа, вот, 19 марта у нас будет встреча с представителями кинофикации, ну, и 2 декабря у нас будет закрытие киномарафона в кинозале Дворца Дружба. И там уже подведете итоги, сколько удалось собрать. Может быть, и в рамках киномарафона и какие-то другие показы будут еще, вот, что-то родится интересное, да, может быть. Евгения Николаевна, спасибо за интересную беседу, это было Актуальное интервью, увидимся.